Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Дважды в одну воронку в Балаклее снова горят склады боеприпасов. Что на этот раз? С ножом на ветеранов в Киеве едва не убили участника АТО. За что и кто нападавшее? Развод здоровья в бюджете. В Евросоюзе придумали, как покрыть убытки от Брекзита. Кто раскошелится? Взрывы на военном складе в Балаклее Харьковской области первые начали раздаваться днем. На полигоне загорелась сухая трава и снаряды стали детонировать. Все подробности этого ЧП в материале моих коллег. На въезде в Балаклею люди собрались возле магазина. К трассе подогнали машины, готовые каждую минуту выехать из города. Мы с Харькова позвонили, мы прилетели, может забрать кого-то. Взрывы слышно, база находится сразу за магазином. Взрывы слышно, но ракеты, слава богу, не летают, это уже лучше. Местное население предупреждено, что никаких угроз ему нет. Поэтому то, что нужно было эвакуировать с городка военного, эвакуировали. Около трех тысяч населения, и все в порядке. Здесь же у трассы на остановке несколько школьных автобусов. Автобус заряженный, заправленный, обслуженный. Команда вперед. Начальник этого эвакуупункта говорит, уже попросили уехать больше ста человек. Дети были эвакуированы со школы вовремя. Мы сразу вывели их сюда на ясень, а потом разобрали их родители. Ни один ребенок не пострадал. Я как директор школы, мне все уже отчитались учителя, что все дети при родителях. Тут же дежурят спасатели. Нас поставили, мы стоим. Если будут прилеты, то будем оказывать. Здесь же ходят патрули, работают в усиленном режиме, чтобы не допустить мародерства. Мы занимаемся охраной публичного порядка. Чтобы не было мародерей в цели. Так. Противоправных действий относительно граждан и их осель. На самих складах сейчас работает пожарная рота. Танки борются с огнем. Точных причин пока не называют. Известно лишь, что площадь пожара небольшая. Но все в дыму. И точно сказать сложно. Сталося загоряння сухой травы, которая привела до детенации тех боеприпасов, которые лишились от минулой пожар. То есть это место, где не сохранялися боеприпасы. Это место, которое готовилось под остаточное зачищение. Это боеприпасы, которые находятся в земле, которые находятся до прозроту. Они находятся в тяжко доступных местах. Поэтому сказать, что их количество – это очень сложно. Интенсивность взрывов немного уменьшилась раз в несколько минут. За территорию арсенала снаряды не вылетают. Юлия Жешко, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьковская область. О том, что сейчас происходит на территории складов, каковы возможные причины произошедшего, обо всем этом мы узнаем от Светланы Шекера. Она находится сейчас там, на месте ЧП. И буквально через несколько минут выйдет с нами на связь. Атаки боевиков на передовой не ослабевают. Сегодня противник вновь использовал тяжелое вооружение. Одной из самых горячих точек остается Широкино. Там позиции украинских военных обстреляли из минометов. Все подробности, как всегда, знает Игорь Левенок. Широкино. До войны здесь был популярный курорт. Сейчас нет ни одной уцелевшей постройки. Нет и мирных жителей. Более трех лет за населенный пункт идут ожесточенные бои. Оборону на этом участке фронта держат украинские морпехи. Ребята говорят, оккупанты днем немного притихли. А вот ночью и под утро враг беспокоил. Работал миномет их с той стороны Саханки. В 82-й прилетело около 10-12 штук мин. Ну, как бы, бьют они не очень точно. Как бы там, я так думаю, остались одни фанатики. Бойцы говорят, обычно боевики обильно поливают огнем украинские позиции. Бьют из минометов, гранатометов, зениток и даже танков. Стреляют из соседней оккупированной Саханки. Зафиксировать дерзкое нарушение минских соглашений морпехи просят наблюдателей АБСЕ. На вражеский огонь наши морпехи отвечают в пределах дозволенного. И каждый день окапываются. Чем глубже, тем лучше. Ребята шутят. Ничто так не сохраняет жизнь, как лопата. Но морпехи не жалуются. Говорят, на войне, как на войне. А вот у противника положение гораздо хуже. Им здесь не курорт. Сейчас они просто стоят, потому что им нету куда идти. Вперед пойдут, их здесь ждем мы. Назад пойдут, их там тоже никто не ждет. То есть, а как-то реагировать, ну типа показывать, что здесь война, ну тоже надо, понимаете. А просто сидеть там молчать, им тоже никто не даст просто так. Потому что им деньги тоже платят. Эти люди должны просто знать, что они не приехали сюда на курорт, зарабатывают гроши где-то там из своих мишебратских мест, не знаю, из куда они там понаезжали. Это наша земля. Боится, не боится, а голову он тут сложит. Все. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Дерзкое нападение в центре столицы. Пострадал участник АТО, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Ивашенко с позывным ИВИЧ. Бойца уже прооперировали, сейчас в его жизни ничего не угрожает. Кто и зачем на него покушался, версии следствия изучила Елена Зорина. Он спешил на встречу с друзьями, вместо этого попал под нож, а после в больницу. Все это случилось накануне вечером. Вот здесь, на одной из тихих улочек в центральной части Киева нападавших, было несколько. АТОшник получил удар ножом в спину. Момент потасовки зафиксировала вот эта камера наблюдения. На кадрах видно, нападавших пятеро трое парней и две девушки. Лица скрыты за масками и капюшонами. Дмитрий сначала отбивался, потом даже пытался нападающих догнать. Но не смог их преследовать, рана слишком глубокая. Первую помощь ему оказали друзья. Они же доставили бойца в больницу. Ночью его прооперировали. Врачи говорят, родился в рубашке. Было колотрезанное ножевое ранение в поясничной области. Жизненно важные органы не повреждены. Там по крестцу прошло. Несколько дней, неделю. И можно будет выписывать из стационара. Дмитрий Ивашенко в соцсетях известен как Вербич, позывной Ивич на фронте. Там он провел год. Был в Песках и защищал Донецкий аэропорт. Служил в пятом добровольческом корпусе. В 2015-м командовал ротой. Тогда же и вернулся домой. Теперь он мастер тату. Убеждает, ведет тихую жизнь и конфликтов ни с кем не было. Это нападение, говорит, не похоже на случайность или банальную кражу. Злоумышленники забрали сумку бойца. Люди видели, что человек идет в камуфляжных штанах, в шапке, в футболке. И со своим унаевым явно имеет отношение к войскам. Вообще молча. Я даже кричал в процессе бояки, кто вы, что вы хотите. Они просто молчали. Это требовало год подвоевать реально в таких горячих местах. Вернуться целыми, чтобы тут какие-то малолетки тебе мало на замок рушили. Друзья изучив видео, тоже уверены, все неспроста. Дмитрия пытались убить. Хлопцы имели различную оружие. Девчины снимали все на камеры. Одна снимала на телефон, другая снимала на видеокамеру. Я уверен, что это не по-будовому историю. Просто так, человеку не убивают на улице, посередине. Это точно связано с его громадской позицией. Мы думаем, что это могут быть не только украинцы, а это могут быть люди, которые приехали из России или Беларуси. Есть ли в этой истории российские следы, было ли все спланировано в полиции, пока в комментариях сдержаны. Изучают видео и просят всех, кто стал свидетелем произошедшего, помочь установить личности нападавших. Какие причины и мотивы сейчас скояния этого злочина, сейчас полиция установит. Мы порушили криминальное проведение за частью 4 ст. 296 хулиганства КК Украины, в рамках которого обязательно проверим, что могла его участь в антитеррористической операции стать причиной нападения на него. Нападавшим грозит до 7 лет тюрьмы, но это в случае, если их найдут и вину докажут. Елена Зурина, Геннадий Аникиенко, подробности телеканал Интер. Разбойные нападения в Киеве стали новой нормой. В одном из спальных районов столицы с ножом набросились на сотрудника СБУ. Как сообщают в полиции, городская комиссия, в составе которой был сотрудник службы безопасности, пришла на парковку с проверкой. У инспекторов произошел конфликт с группой неизвестных, которых закончился поножовщиной, но свидетели утверждают, что они также слышали и выстрелы. Один человек достал из автомобиля убитый. Один из нападников достал предмет, сзовный, схожий нам пистолет. И также, из слов свидетельств, достал один пострел в мать-дин, который был убитый. Особу, которая получила поранение, на разе доставлено до БСП. 270 тысяч долларов за землю под горнолыжный курорт. В Генпрокуратуре рассказали подробности вчерашнего задержания чиновников Закарпатского госгеокадастра. Правда, в самом облуправлении второй день настаивают, что ни сном, ни духом, ни о взятке, ни о задержании. Марина Коваль попыталась разобраться в этом деле. На сайте Генпрокуратуры раскрывают некоторые подробности дела. Частный предприниматель обратился в Главное управление госгеокадастра с просьбой продать или выделить ему земельный участок под горнолыжный курорт. Там предложили схему. Земли в Воловецком районе оформляют сначала на участников АТО, а затем предприниматель их выкупает. Чиновники попросили 270 тысяч долларов за содействие. По данным правоохранителей, накануне они задержали двух работников Закарпатского госгеокадастра при получении второй части взятки в размере 117 тысяч долларов. Кого именно в Генпрокуратуре не сообщают. Руководитель областного управления госгеокадастра и вчера, и сегодня на рабочем месте уверяет, ничего о взятке и о задержанных сотрудниках не знает. Никого не затримали. Я на рабочем месте. Никого не затримали. Один на лекарном, другой в отпуске. Мне не понятно, что их затримали. Правда, выделение земель в Воловецком районе, говорит со съемочной группой подробностей, чиновница не хочет. Все, больше комментариев не будет. Нам удалось пообщаться по телефону с сельским головой Нижних Ворот. Именно там, якобы, и планировали выделить земли под горнолыжный курорт. Председатель рассказывает, обыски вчера проводили и в сельсовете, а предприниматели и инвесторы приходили и к нему. В Генпрокуратуре говорят, двум работникам Закарпатского госгеокадастра готовы вручить подозрения о получении группы элит взятки в крупном размере. За это им грозит от 8 до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Возвращение Бачковского. Окружной суд направил решение о восстановлении в должности экс-главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям во все возможные инстанции. В частности, в Кабмин, МВД, нынешнему руководителю ГОСЧС Николаю Чечеткину. 26 апреля суди частично удовлетворили иск Бачковского и признали противоправным распоряжение Кабмина о его увольнении. Но на прежнюю работу Бачковский вернуться не смог. В ГОСЧС заявили, что пустят его только после решения правительства. Напомню, в марте 2015 года Сергея Бачковского задержали прямо на заседании Кабминета министров. Его обвинили в вымогательстве и злоупотреблении властью. Тройное ДТП в Николаеве. Столкнулись пассажирский автобус, фура и микроавтобус с военными. Авария произошла неподалеку от села Каменка. Микроавтобус вооруженных сил Украины ехал в направлении Одесской трассы. Увидев яму на дороге, водитель притормозил и в него врезался, ехавший следом грузовик с полуприцепом. Микроавтобус от удара отбросило на обочину, а фуру вынесло на встречную полосу. Там она в лоб в лоб столкнулась с пассажирским рейсовым автобусом. После удара он слетел в кювет и перевернулся на крышу. Обошлось без жертв, но пострадали более 10 человек. Водитель грузовика и пассажир автобуса, тех, кому была необходима медицинская помощь, уже госпитализировали. Среди военнослуживших пострадавших нет. Очередные вспышки кори во Львовской и Ивано-Франковской областях. Как и раньше, в основном болеют дети, и почти все они не были вовремя привиты. Все подробности узнаем от Галины Якушко. В районную больницу Калуша первые больные начали поступать еще две недели назад. Сегодня с диагнозом кори уже 17 пациентов. Только трое из них взрослые. По словам врачей, из детей никто не был привит. Дорослые вакцинацию имеют, привиты. Но перед тем хворили, были простудные ГРВИ, простудные захворювания. И иммунная система снижена, поэтому при контакте захворили на так же на кир. Гальний стан хворих стабильный, средней важкости. Среди инфицированных детей только несколько учатся в одной школе, а остальные – жители разных сел и даже районов. Музыкальная школа сегодня работает, а вспышки инфекции Михаил знает. Но сына все же привел, надеется, что корь он не подхватит. Не так давно ребенку сделали прививку. Продолжают болеть и жители Львовской области. Там вспышка кори в Дракопольском районе. В больнице уже 10 детей, у некоторых осложнение на бронхи. В ней поступили как раз в продромальный период, когда очень высокая горячка. Позже, когда уже началась высыпка, то буквально дни в три еще была высокая горячка. И тогда уже кашель сухой, вялость, боль в горле, сонливость. В этой школе корь подхватили трое первоклассников, дети не были привиты. Чтобы инфекция не распространялась, в школе постоянно проветривают помещения, делают влажную уборку классов. Детям, у которых нет прививок, разрешили не ходить на занятия. Всего с начала года во Львовской области корью заболели около тысячи человек. В Ивано-Франковской вдвое больше. Грина Якушко, Жанна Дучак, Юрий Голубенко, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Пикеты у стен Минздрава. Сегодня на акцию протеста вышли члены Киевского профсоюза спецмедчасти номер 18. Они требовали отменить приказ о реорганизации клиники и ее присоединении к республиканской больнице. По словам протестующих, госпредприятие успешно внедряет медицинскую реформу, поэтому причин для реорганизации, по их мнению, нет. За последние годы клиника ни разу не брала деньги из госбюджета, не имеет задолженности по зарплате и показывает хорошую рентабельность. Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики собирает министров, чтобы те отчитались о невыполненных обещаниях. Об этом сообщил глава комитета Каплин. По его словам, выделять деньги на повышение минимальных зарплат украинцам власть не намерена, как и пересматривать уровень прожиточного минимума. Нарде побежден, что отвечать за такое бездействие должна коалиция и профильные министерства. И вот это состоится на внеочередном заседании 9 мая. Они обещали простым гражданам подвищение пенсии, подвищение зарплат, создание новых рабочих мест. Это четко записано в Коалийской угодке. Они не собираются и не хотят ответить о том, как она выполняется. Мы с людьми требуем начать выполнять тот курс, который мы предлагаем. Новую Конституцию, новый социально-экономичный курс, новый гуманитарный курс и нашу доктрину по ряду Украины от войны. И вернемся к ситуации в Балаклее. Светлана Шекера готова рассказать нам последнюю информацию о происходящем на складах и возможных причинах этого пожара. Света, здравствуй, расскажи, что говорят военные, какие версии они называют? Добрый вечер, Наталья. Сейчас в Балаклее ожидают прибытие военного руководства из столицы, оперативной группы Минобороны и Генштаба ВСУ. На самолете летит замминистра обороны Павловский, и уже военные должны назвать причины возгорания. Сейчас известно лишь, что загорелась сухая трава, и из-за этого началась детонация. Но вот почему она загорелась, точно неизвестно. Подрывных работ сегодня не было. На территории технической площадки арсенала работали группы, которые готовили территорию для дальнейшей очистки. По одной из версий, так, танк наехал на снаряд, и он сдетонировал, и от осколка загорелась трава. Нынешние взрывы в Балаклее не первые. Прошлой весной, в конце марта, на военном складе тоже загорелась трава. Огонь перекинулся на боеприпасы, и они начали детонировать. Тогда один человек погиб, четверо получили ранения. Осколками повредило дома, в том числе две школы и детский сад. Людей эвакуировали из пятикилометровой зоны вокруг военных складов. Их вывозили автобусами. В соседних селах работали эвакуационные пункты. Всего свои дома покинули несколько тысяч человек. Частые взрывы продолжались два дня. Потом раздавались одиночные. В апреле спасатели отчитались. Территорию складов и ближайших сел очистили от взрывоопасных предметов. На восстановление Балаклея ушло 100 миллионов гривен. И сейчас ситуация в городе и на складах находится под контролем. Пока мы остаемся на месте и будем следить за развитием событий. Наталья. Спасибо, Света, Светлана Шакера с подробностями пожаров Балаклея. Многодневные протесты в Армении сошли на нет. Лидер протестного движения Никол Пашинян утверждает, что победа практически в кармане. Правящая республиканская партия согласилась поддержать его кандидатуру на пост главы правительства. Что об этой ситуации думают украинские армяне, выясняли наши корреспонденты. О многодневных протестах в столице Армении напоминают разве что деревянные европодоны, которые использовались то ли для баррикад, то ли для костра, разбросанный мусор и национальные флаги на некоторых балконах. Лидер протестного движения Никол Пашинян поставил демонстрации на паузу. И не просто так. Накануне, во время специального заседания парламента, республиканская партия пообещала, что 8 мая проголосует за единственного кандидата в премьеры Никола Пашиняна, выдвинутого партией ЭЛК, если его поддержит одна треть депутатов. Республика Армения 8 мая изберет своего премьера конституционным путем. Республиканская партия Армении поддержит ту кандидатуру премьер-министра, за которую проголосует одна треть парламента. А ведь несколько дней назад, 1 мая, республиканцы и не думали сдаваться. Единогласно заблокировали избрание Никола Пашиняна на пост главы правительства. Люди снова вышли на митинги. Этим обеспокоились и в Союзе армян Украины. Сегодня члены объединения и главы региональных общин собрались на внеочередную конференцию в Киеве. По мнению украинского политолога Олега Саакяна, который также присутствовал на заседании, последние события в Армении приведут к значительной либерализации участия населения в политических процессах. За мирное разрешение конфликта в Армении выступил глава украинской епархии армянской апостольской церкви Маркос Агнисян. Мы как духовенство, как духовные служители наших прихожан и нашего народа направляем на мирное разрешение всех-всех вопросов и регулирования настоящей ситуации. И каждый вечер в наших церквях, в церках нашей епархии проводятся молебны за мир, спокойствие. Представители Союза армян Украины призвали армянский парламент сформировать новое правительство, которое представляет волю народа и будет защищать интересы Армении. Однако председатель объединения Белен Шатварян заявил, что следует учесть ошибки прежних революций, но подчеркнул, что это его личное мнение, а не всего Союза. Я бы очень хотел, чтобы те люди, которые делают революцию в Армении, правильно учли ошибки подобных революций в других странах. Мы можем подсказать, как все было с 2004 года, с начала оранжевой революции, и как все было в 2014 году. Поверьте, таких советов, еще раз говорю, ни одна страна мира, ни одна диаспора не может им дать. Поэтому, ну, надеюсь, что мы сможем правильным это преподнести. Кроме этого, мы как помогали, так и будем помогать. И не важно абсолютно, кто там будет у власти. У нас в Армении проживает 2,5 миллиона населения, а армян больше 10 во всем мире. Поэтому мнение извне намного важнее, чем, скажем, у других народов. Мы вышли на прямую связь с нынешним оппозиционным лидером, с Пашиняном. У нас есть с ним общение. Я надеюсь, что он услышит и будет правильно реагировать. Напомню, протесты в Армении вспыхнули 13 апреля. Из-за намерений бывшего президента страны Сержа Сарксяна занять пост премьер-министра. Его обвинили в неэффективном управлении страной. Но, вопреки народным демонстрациям, Сарксяна назначили на должность главы правительства. Однако на этом посту он продержался не больше недели. Алиса Орлова, Евгения Коваленко, Ксения Барвиненко. Подробности телеканал Интер. Как прожить без Великобритании? Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, когда в блоке будет уже 27, а не 28 стран. Лондон был третьим по объему донором Евросоюза. Закрыть дыру после ухода британцев собираются украшением строптивых стран, которые в последнее время не очень-то солидарны с большинством. Как узнаем от Елены Абрамович? Минус 90 миллиардов евро. Именно столько, по прогнозам Еврокомиссии, составят потери общеевропейского бюджета в 2021-2027 годах. Чтобы ликвидировать брешь, нужно меньше тратить или же попросить страны-члены повысить взносы. Эта тема весьма непроста для Брюсселя, ведь каждая страна борется за свой кусок общего пирога. Еврокомиссия предложила новый подход в вопросе распределения денег. Это бюджет, который дает больше возможностей для решения проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Он предусматривает взаимовлияние разных сфер, таких как политика сплоченности и общая сельскохозяйственная политика. Другими словами, президент Еврокомиссии предложил давать меньше денег тем странам, которые не придерживаются общей линии ЕС. Это может касаться, например, Польши и Венгрии. Ведь они в последнее время довольно открыто игнорировали замечания Брюсселя относительно сворачивания верховенства права в этих государствах. Жаловались страны блока и на нежелание Варшавы и Будапешта принимать беженцев. Комиссия предлагает новый механизм защиты бюджета ЕС от финансовых рисков, связанных с недостатком верховенства права в государствах-членах. Это общий механизм, он не нацелен против конкретных стран, но является важным аспектом новой бюджетной архитектуры Европы. Некоторые страны уже отреагировали негативно на эту инициативу. Например, Болгария. Не понравится это может и Греции, которая немало получает из общеевропейской кормушки. Впрочем, независимо от того, как в странах обстоят дела с демократией, дотации на сельское хозяйство всем придется сократить на 5%. А вот пополнить бюджет предлагают за счет налога на пластик. Мы предлагаем взимать национальный взнос, рассчитанный исходя из количества неперерабатываемых пластиковых отходов в каждом государстве ЕС. Таким образом, страны сами могут решать, как уменьшить количество пластика через запреты и национальные налоги. Такой новый доход может, по мнению Еврокомиссара, на 50% закрыть дыру, которая образуется в бюджете после Брекзита. Предложенный Еврокомиссия проект должен также обсудить Европарламент. Ну а дальше самое сложное. Единогласное утверждение главами всех стран Евросоюза. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Смертельный яд новичок продолжают находить в различных районах британского Солсбери. Напомню, покушение на жизнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери произошло два месяца назад. О новых деталях в расследовании наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. По последней информации следствия, Скрипалей отравили дома. Самую большую концентрацию новичка нашли в форме геля на ручке входной двери и на пороге. И со следами этого смертельного химического вещества на обуви и на руках они пошли гулять по центру города. Центр Солсбери до сих пор выглядит как кадр из фантастического фильма. Здесь работают люди в костюмах химзащиты, полиция не снимает кордоны, а прохожих не пускает в места, связанные с этим инцидентом национального масштаба. Многие просто перестали посещать центр города. Когда наши магазины опустили, также гораздо меньше приезжает туристов. Люди смотрят новости и думают, что здесь вообще жизнь замерла, хотя это не так. Жертв нервно-паралитического вещества может быть гораздо больше. Оказалось, что буквально за полчаса до того, как Скрипали были обнаружены без сознания, они купили хлеб, чтобы покормить уток в пруду и поделились им с местными ребятами. Один из них съел кусок со следами яда, но его жизнь вне опасности. За себя я не очень переживаю, а вот за детей – да. Мой сын каждый день ходит в школу через центр города, поэтому я беспокоюсь о последствиях. Расследование нападения на Скрипалей – одно из крупнейших в истории британской полиции. И сейчас оно сосредоточено на установлении непосредственных исполнителей покушения. Правительство Великобритании уверено, что за покушением на жизнь Скрипалей стоит Россия, а она остается главной стратегической угрозой для Соединенного Королевства. Параллельно продолжаются работы по обеззараживанию города. Следы нервно-паралитического вещества уничтожают почти 200 военных специалистов по химзащите. Зараженные предметы отвозят в секретную лабораторию в Порт-эн-Даун, где ликвидируют в специальные печи. Бывший двойной агент Сергей Скрипаль до сих пор в больнице. Правда, его состояние стабильно улучшается. Его дочь спрятали спецслужбы. Сверлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Погребенная скандалом. Британская компания «Кембридж Аналитика» закрывается. Ее обвиняют в использовании личных данных миллионов пользователей Фейсбука для продвижения скрытой рекламы в соцсети, в частности президентской компании Дональда Трампа. В «Кембридж Аналитика» настаивают, что эти обвинения не обоснованы, но в ближайшее время они намерены назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства. Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов родным и близким жертв терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы. Федеральный судья штата Нью-Йорк назначил 12,5 миллионов долларов компенсации супругам погибших, 8,5 миллионов – родителям и чуть более 4 миллионов – братьям и сестрам. Как отмечает телеканал, решение суда скорее символично, поскольку Иран никогда не отвечал на подобные иски и вряд ли заплатит. За какую услугу Трамп заплатил своему адвокату 130 тысяч долларов? Кто пошел на самоубийство ради революции в медицине? И зачем над канадскими трассами развешивают автомобили? Обо всем этом прямо сейчас. Расплатился по счетам. Дональд Трамп из личных средств выплатил деньги адвокату, который хотел купить молчание его бывшей любовницы. Речь идет о сумме в 130 тысяч долларов. Столько Майкл Коэн заплатил из своего кармана, чтобы порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, не распространялась о сексуальной связи с Трампом. Но история все равно просочилась в прессу, подпортив репутацию президента США. Заключение с комфортом. В КНДР трех осужденных американцев перевели из трудового лагеря в гостиницу на окраине столицы. На такой шаг власти пошли в преддверии встречи Ким Ченена с Дональдом Трампом. Стороны ведут переговоры об освобождении заключенных и передаче их США. В Вашингтоне нашли мертвым биохакера Аарна Трейвика. Он тестировал на себе непроверенные и не сертифицированные препараты, пытаясь совершить революцию в медицине. Тело 28-летнего экспериментатора нашли в темной камере сенсорной депривации, которую используют для медитации. Следов насильственной смерти полиция не обнаружила. Смертельная песчаная буря пронеслась по северо-западу Индии. Погибли 97 человек. Еще почти полторы сотни пострадали. Ветер вырывал деревья, сносил электроопоры и разрушал дома. Больше всего от стихии пострадал штат Уттар-Прадыш. Там буря унесла жизни около 50 человек. Загадка машины из Торонто. Канадские полицейские ищут шутников, которые подвесили автомобиль на мосту возле оживленной трассы. Сначала предполагалось, что синий седан, привязанный тросом к дорожной конструкции, часть декораций для съемок фильма. Но потом оказалось, что никто разрешения на такие работы в этом районе не давал. Скорее всего, работа пранкеров решили в полиции. Машину сняли. Оказалось, это обгоревший каркас авто. Теперь полицейские ищут виновных, которые должны возместить дорогостоящие работы по демонтажу. Украина чрезвычайно серьезно отнеслась к подготовке матчей Лиги чемпионов. В этом исполнительного директора ОФА Мартина Калина заверил Петр Порошенко. Президент встретился с ним в Киеве. Он подчеркнул, что для создания максимально комфортных условий в организации финала приняли целый ряд законодательных актов относительно налогового и таможенного режима. Кроме этого, Петр Порошенко сообщил, что на подготовку спортивных объектов было выделено 100 миллионов гривен. Мартин Каллин поблагодарил президента и выразил уверенность, что футбольный праздник пройдет на высшем уровне. Для нас, для Украины, это имеет надзвичайно великое символическое значение. И тогда, когда Украина проводит надзвичайно решительные реформы, когда Украина оборонит свои суверенитеты и территориальную целесность, то есть такие события, когда мы напоминаем всем мире, что Украина умеет работать, умеет отдыхать, умеет организовать света и умеет принимать своих друзей, гостей и туристов. Я очень благодарю вам за величезную помощь. Я могу сказать, что за последние 12 месяцев мы сделали величезный объект работы и, наконец, мы готовы до этого финала. И я уверен, что это будет величный финал. Спасибо за всю работу, которая была вместе сделана, как вашей администрацией, так и урядовыми структурами УЕФА. И наши спонсоры очень довольны тем уровнем сотрудничества, которое мы отчували протяжении 12 месяцев. Украинский спорт требует немедленных денежных вливаний. И в первую очередь финансировать нужно школы и увеличивать зарплаты педагогам. Так считают в Радикальной партии. Именно в школах закладываются основы спортивного воспитания. Об этом заявил лидер этой политсилы на встрече с педагогами в Кременецком гуманитарно-педагогическом лице. Это история с того часа... Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова